Некоторое время назад я открыл для себя программку, называется Alpin Quest. Программа для рыбацких дел, для навигации, для ориентирования на акватории. Мне показалось, это очень удобной программой, вот я решил поделиться этими знаниями этой программы. Вот, посмотрите, у нас есть озерцо. Давайте лучше возьмем что-то более масштабное, например, Татарию. Откроем карту до затопления Куйбышевского водохранилища. Это у нас Татария. Откроем район Сюкеева, Сюкеевский взвоз. Обратите внимание, на карту до затопления наложены логи. Наложена карта, сделанная на основе летних покатушек на лодке с применением эхолота картплотера Лоуренс. Вот с помощью этого Лоуренса я писал логи и из этих логов уже создавал карту. Вот такая вот цветная карта. Видно, где глубоко, где мелко. Как пользоваться этой картой и этой программой? Вот у нас есть Сюкеевский взвоз. Давайте поставим сюда метку, чтобы удобнее было ориентироваться. Путевая точка. Назовем взвоз. Взвоз. И теперь эту точку, долгий тап на точке установить как цель. Закрываем. И теперь мы уже ориентируемся по акватории. Смотрите, мы видим расстояние от точки до того места, где мы находимся. Мы видим, кстати, левый верхний угол. Мы видим направление в градусах, расстояние, масштаб, координаты. Мы можем с большой точностью прийти, вот видите, озеро на удаление полтора километра от Сюкеевского взвода. Мы можем с большой точностью прийти на это озеро, выбрать какое-то локальное место. Вот видите, вариации рельефа. Вот небольшую ямку с большой точностью подойти на эту ямку, пробуриться и искать свою рыбу. Нашли. Стало клевать. Решили в следующий раз посетить это же место. Снова создаем путевую точку. Для простоты назову точку А или Б. Непринципиально. Назовите как хотите. Все, эта точка у нас осталась в памяти. Мы эту точку можем передать друзьям, можем использовать сами, как хотим, когда хотим. Перемещаемся по акватории. Вот видите, на расстоянии трех-четырех километров по направлению практически 0 градусов. Есть озеро Кривель, очень излюбленное место рыбаков. Туда постоянно возят извозчики на снегоходах. Видно конфигурацию этого озера. Видно, какие глубины. Я это озеро, кстати, называю не Кривель, а Куршавель. Мне почему-то так больше нравится. Видно на карте, где у нас были населенные пункты до затопления. Сейчас там вода летом плещется, сейчас лед стоит. Давайте еще посмотрим на примере Ульяновской области. Вот у меня свежие карты 2018 года. Возьмем, допустим, мыс. Это рядом с белым яром. Да прямо давайте белый яр возьмем. Раз это у нас Ульяновская область, мы выберем свою точку. Путевая точка. Назовем У. Слово Ульяновск. Сделаем эту точку ориентиром. Вот у нас точка, долгий этап. Установить как цель. Ориентируемся. Я креплю телефон в качестве навигатора прямо к снегоходу и перемещаюсь по акватории. Могу подъехать вот, посмотрите, прямо вот к локальной ямке. Прямо вот сюда вот встать и пробуриться прямо в самый центр этой ямы. Не тратя много времени на поиски. Вот видите, некая протока. Или вот могу найти свал, нужный мне, в нужном мне месте. Данный участок все-таки неплохо прорисован. Основная часть акватории, конечно, не так хорошо выглядит, но тем не менее достаточно хорошо видно. Видно, в общем-то, даже по карте до затопления. То есть, вот можно выйти на русло Черемшана. Вот обратите внимание. Конечно, карта до затопления не всегда в точности соответствует действительности, но тем не менее по ней тоже можно сориентироваться и найти нужное для себя место для рыбалки. Как перевести эту карту до затопления именно под альфа-квест, ну, в принципе, пишите в личку, в комментариях, поделюсь, чем могу. Также я еще пользовался такой программкой, как... Сейчас я ее покажу. Андразик. Тоже, в принципе, достойная программка. Вот она. Тоже можно ей пользоваться в качестве навигатора. Также под нее можно создавать карты, в частности, карту до затопления. Эта карта есть уже готовая карта под Андразик на сайте. Сайт, по-моему, называется «Это место». Тут даже делать ничего не надо. Можно загружать и пользоваться. Перемещаться по акватории. Ну, вот как-то так.